Большинство из них вообще-то не просто сидят и ждут обмена. Если это речь о местах, которые, ну юрисдикция тут наверное не совсем правильное слово, но тем не менее, которые относятся к юрисдикции так называемого МГБ, то там вообще-то с ними делают все, что только придет им в голову. Когда человек попадает в более-менее опять же в кавычках официальное место вроде СИЗО или лагеря, там к нему уже относятся более-менее по-человечески. А те, которые сидят вот в МГБ, в этих подвалах, в этих непонятно каких-то тюрьмах, там ситуация на самом деле критическая, ее нужно постоянно и в оперативном режиме решать. Поэтому это собственно я и пытался донести всем, с кем только были встречи в Страсбурге. А из непубличных таких встреч, ну это безусловно встречи с господином президентом, у меня было две встречи. Первая совсем коротенькая, то есть сразу после освобождения, там буквально 5-7 минут мы договорились о следующей встрече. С президентом? Да, с президентом, да, с Владимиром Зеленским. Вторая уже более предметная, она длилась где-то, наверное, минут 20, но, к сожалению, на сегодняшний день я вынужден констатировать, что ни один из тех вопросов, который был поднят на второй встрече с президентом, пока не продвинулся ни на сантиметр. А какие питания вы поднимали? Вы намагались какие-то списки передать, рассказать про тех людей, с кем вы сидели, кто там еще? Да, безусловно, списки я передал, президент сказал, что это очень поможет. Опять же, кому дальше он их передал, мне неизвестно, но, тем не менее, списки я сразу же передал. Остальные вопросы так или иначе касались Донбасса, и они на самом деле очень чувствительны для того, чтобы их озвучивать в прямом эфире, в том числе и по людям, чье состояние на тот момент было критическое, оно и сейчас критическое. Но, может быть, какие-то подвижки в этих вопросах есть, но в любом случае мне о них ничего не говорится и не сообщается. Поэтому на сегодняшний день здесь, к сожалению, прогресса я особого не вижу. Вот, ну, из ближайших таких вот публичных выступлений, возможно, опять же, на Мюнхенской конференции по безопасности, куда меня пригласили, там я надеюсь, что так же смогу, опять же, поднять тему Донбасса и поговорить с людьми, которые на что-то влияют. «Звольнить наших родных» – программа про боротьбу за свободу украинских политвязнів.